В информационном агентстве Татаринформ состоялась пресс-конференция о дне студенчества и премии Студент года Республики Татарстан 2018. В мероприятии приняли участие заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, президент Лиги студентов Руфат Киямов и победитель номинации Гран-при премии Студент года Республики Татарстан 2017 Диляра Баширова. Мы стали родоначальниками в 2005 году этой премии. После этого и у соседей начали появляться аналогичные конкурсы и церемонии вручения, которые тоже проходят очень праздничные, торжественные. И вот пять лет назад уже в масштабах всей страны нашу инициативу поддержал Российский союз молодежи, Росмолодежь, и в Казани впервые проходила Всероссийская премия Студент года. В этом году премия претерпела некоторые изменения в плане выбранных номинаций. Мы ввели новую номинацию, это Староста года, и исключили номинацию ВУЗ года, потому что подумали, что решили для себя, что это индивидуальная премия, и в этой индивидуальной премии должны участвоваться студенты и открываться новые звезды. Лучшие студенты будут выбраны по 18 номинациям, главной из которых традиционно станет Гран-при студент года Республики Татарстан 2018. Собравшихся журналистов интересовали различные темы касательно студенческой премии. Одним из таких стал вопрос о главных кандидатах на победу. Анисимов Андрей, Казанский государственный медицинский университет, Яшина Ирина, Павловская академия, Рахмаджон Халилов, это КНИТУ КАХТЭЙ, и Ислам Шерифудин, Казанский федеральный университет. Все достойны. Даже те, кто был в очном, на очном этапе, они все достойны. Ожидаемым был вопрос повышения цен на проезд на общественном транспорте и возможных льгот для студентов. На сегодняшний день есть решение, но озвучивать его я здесь в этом формате не буду. В ближайшее время оно будет озвучено, потому что считаем, что нужно и решение правильно принимать, и правильно, и вовремя их озвучивать. Мы решили, что сделаем это немножко в другом формате. Артем Тупичкан, Виолетта Басова, Универньюс.